Здравствуйте! В эфире новости РАУ. Сегодня в нашем выпуске Что я знаю о Белоруссии? Подведение итогов конкурса. РАУ признал лучшим вузом Армении. Ректору РАУ 45. Проректор РАУ по организационной работе Артавас Гагикович и профессор Александр Павлакович награждены почетными грамотами РАУ. Зимние каникулы в ЦАХ Кадзори. Первый подготовительный семинар для участников конференции модель ОБСЕ. Что я знаю о Белоруссии? Конкурс сочинений. 25 участников из РАУ и ЕГЛУ подготовили письменное эссе о культуре и истории Белоруссии. В киноклубе РАУ объявлены победители. Они получили грамоты и подарки из рук самого посла. При оценке и выборе победителя мы, конечно, не только подходили с точки зрения формального, что называется, просмотра сочинения, мы подходили с точки зрения нестандартного подхода, с точки зрения умения подачи материала, с точки зрения креативности. На мероприятии присутствовали также заместитель министра иностранных дел Армении, послой России, Украины и Болгарии. Я хочу вас призвать к тому, чтобы познать глубже Белоруссию, насладиться этой страной, расширить свой кругозор, стать богаче от этого общения с удивительной страной, удивительной природой. Мне очень приятно, когда вот молодежь участвует в подобного рода конкурсах, когда она приобщается к этой славянской культуре, потому что это наше будущее, наше будущее не без авиации. А в дар открывшемуся в РАО кабинету славянских языков посол Белоруссии в Армении Степан Сухаренко вручил ректору РАО белорусско-русские словари. РАО признан лучшим образовательным вузом Армении 2009 года. Это версия газеты «Ирявунг». В клубе «Аздак» прошла пресс-конференция с участием проректора РАО по учебной части Ганика Саркисяна и проректора по научной работе Паркева Аветисяна. Обсуждались вопросы коррупции и системы образования. Проректора «Ирявунг» На днях ректору РАО Армену Дыркняну исполнилось 45. Коллектив РАО-ТВ присоединяется ко всем поздравлениям. Армен Размикович, творческих вам успехов и всех земных благ во благо процветания нашего РАО. В конференц-зале во время ректората профессорско-преподавательский состав РАО, студенты и профсоюз поздравили Армена Дыркняна с юбилеем. Я очень тронут словами, которые были здесь описаны от университета, коллектива и от студентов. Спасибо, профсоюз. Думаю, что ничего естественного, экстраординарного я не совершал никогда. Я всегда пытался и пытаюсь удовольствоваться соображениями разумными и справедливыми. Если это получается, значит, это хорошо. Если вам со мной комфортно, значит, видимо, правильно все идет. А мне тоже комфортно. Вот когда мне становится особенно комфортно, я вылетаю в Москву. Отбираюсь там определенного комфорта, возвращаюсь, чтобы не терять связи с тем, что происходит. В свою очередь, решением ученого совета проректор по организационной работе Артавас Мелки Кян за весомый вклад в становление РАО, за добросовестный труд и в связи с 70-летием был награжден почетной грамотой РАО. А за вклад в развитие медико-биологического факультета и в связи с 60-летием заведующий кафедрой общей фармацевтической химии Александр Янгуян был также награжден почетной грамотой РАО. Команда юристов РАО во главе с тренером-преподавателем кафедры теории и истории государства и права РАО Грачи Амарангулянам победила в национальном туре конкурса по международному праву имени Филиппа Джессопа. Конкурс в этом году был посвящен вопросам права народов на самоопределение и проводился в форме игрового судебного процесса. Грачи Амарангулян В результате победы команда РАО получила право участвовать в международных раундах Всемирного чемпионата конкурса имени Джессопа, который пройдет весной этого года в Вашингтоне. 30 января студенты и сотрудники РАО отправились на три дня и две ночи отдохнуть от городской суеты в цехкадзорский пансионат РИПа. Основным занятием в РИПе были игры. Кто играл в карты, кто в мафию. В первый же день возле пансионата был организован конкурс «Саночные гонки». Ребята, несмотря на мороз, с большим энтузиазмом поучаствовали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Победителем стал Еги Азарян Тигран, третий курс факультет туризма и рекламы. А уже вечером в фойе пансионата был проведен конкурс, приуроченный ко дню Святого Саркиса. Участникам были розданы соленые пирожные, причем в шести из них были номерки, по которым впоследствии образовались три пары. Им пришлось пройти через различные конкурсные испытания. Музыка Музыка Три раза в день все отдыхающие собирались в столовой. Атмосфера, царившая за столами, была очень интересной. Объединяло по 12, а в некоторых случаях совершенно незнакомых до этого человек. Раушники погуляли также по городу, побывали в монастыре Ке-Чарис, ну и, конечно же, покатались на лыжах и по канатной дороге. Впечатлений от поездки нам хватит еще надолго. В Киноклубе Рау состоялся первый подготовительный семинар для участников конференции «Модель ОБСЕ», которая пройдет в университете с 20 по 21 января. С участниками семинара встретился глава Ереванского бюро ОБСЕ, посол Сергей Капинос. Он ознакомил собравшихся с деятельностью ОБСЕ и ответил на интересующие их вопросы. ОБСЕ – это уникальная организация, хотя бы потому, что она разработала уникальную концепцию международной безопасности. Эта безопасность рассматривается как неделимая и целостностная, что означает следующее. Безопасность международная, безопасность региональная не может обеспечиваться за счет безопасности какого-нибудь отдельного государства. Это означает, что обеспечение безопасности каждой страны-участницы ОБСЕ, по сути дела, является одной из основ международной безопасности. Мы всегда были, есть и будем надежными партнерами и всегда заинтересованы в том, чтобы эти отношения и осознание роли, значения ОБСЕ, вообще фактор безопасности и сотрудничества в нашем регионе, был бы в центре нашего внимания. И мы всегда будем готовы к совместным акциям, исследованиям и разработкам, и к совместным действиям. На сегодня у меня все. Удачи вам! До скорой встречи!